Партия пенсионеров Сломали компьютер, чтобы персонально нельзя было показать, что вот ты же негодяй нажал кнопку за Понимаете? Они испугались, но проголосовали так, как попросила администрация президента А наши, Приморский край, Тарасенко и исполняющий обязанности губернатора, который сейчас идет в губернатор Они поспешили быстрее ввезнуть одно место к Кремлю Наплевать на нас на всех Еще раз повторюсь, добавить срок 5,8 Стоит отметить, что вопрос о повышении пенсионного возраста подняла не какая-нибудь партия, а подняла коммунистическая партия И я считаю, что эта партия, проверенная годами, у нее устои и убеждения Вот вернуться к тем устоям и убеждениям, которыми люди добивались победы, успехов в соревнованиях, поднимали производство после войны И во время войны все дружно будет, я хочу сказать, что более сплоченной партии и более надежной за все время существования нашего государства после 17-го года Чем коммунистическая не была Единая Россия, это правящая партия, ее большинство Но дело в том, что в правящую партию обычно всегда лезут, стараются вступить И вступают те, которым бы не место там, и не место быть в думе, и не место быть у власти на местах Они просто случайные люди, но они правят, и мы ничего поделать не можем Давайте будем бдительными, на выборы нужно идти дружно, не за деньги, как у нас иногда такое Было такое на прошедших выборах, на предварительных, за деньги люди продавались На выборы приходили единички, я была в комиссии по выборам Просто смешно, что пришло, там третьей части не пришло избирателей И подсчитали по большинству голосов, прошел человек в депутаты и так далее Это нормально, кто виноват? Мы сами виноваты, что мы не дружны Что мы не хотим участвовать активно в выборе власти, в выборе наших слуг народа А ждем какую-то подачу, ждем каких-то успехов, их никогда не будет Я, конечно, против повышения пенсионного возраста Потому что у нас были трудные 90-е годы И они отразились на здоровье людей И кто, какое количество этих людей доживет до пенсионного возраста? Значительно не все Поэтому правильно поднят вопрос, что не надо эту реформу пропускать Это реформа против народа Это реформа против людей, которые пережили перестройку И которые в 90-е годы голодовали Это люди, которые мучились В школах была полная анархия Даже принимали, учили детей платно И учили, работали учителя с более способными детьми А вы не способные хотите, так и сделайте И такое мы тоже пережили Это сказалось на качестве образования нашей молодежи Об этом тоже стоит подумать Поэтому не надо искать виновных Если мы сами недружные Мы даем им повод И нами руководят Как хотят Потому что мы даем повод нами управлять Потому что мы частично беспринципные Непоследовательные Вот и результат Я считаю, что надо умножить ряды коммунистической партии Партия испытанная Надежная Но ее стараются задоптать Кто шел на фронт впереди? Коммунисты Комсомольцы за ними шли Кто поднимал церену? Комсомольцы и коммунисты Кто поднимал народное хозяйство? Комсомольцы и коммунисты А теперь, значит, коммунисты ничего не знают Пришли единородцы Которые не видели никакой сложности Я не хочу сказать о все единородцы Некоторые, может, поверили, что будет партия Хорошей правящей Она вот такой вот оказалась Во всяком случае В нашем городе Единая Россия Авторитетом не пользуется Это заслужено Кто руководитель нашей партии Единая Россия в нашем городе? Это просто смешно Кому доверили руководство партии Если бы коммунисты доверили такое руководство Это раньше бы Был просто большой протест народный И большое возмущение И такого бы не допустили А сейчас по какому-то блату И там где-то такой кабинет Приемный хороший И так далее Но те, которые единородцы Соединенных партий Это не все плохие люди Они шли надеясь на ведущую партию А руководство партии Ненадежное И я считаю, что руководство партии Единая Россия в городе Домиевске Нужно заменить И весь их штат, комитет Надо проверить Они ведущая партия Результаты работы этой партии У всех на глазах Вот мы стоим на этой аллее Раньше были Только сальвии росли А теперь и чернопливцы растут у нас И долго их не было Это просто позорище Раньше в поселке была красота Детский парк работал А сейчас что у нас делается А что у нас делается в поселке ЛДК Мало того, что дымят печки У нас же еще запружено Озеро на Заозерной Засолено, захламлено В речку очистные спускают Все, значит, те самые Отходы И где же тут И замусорено все Дороги не делаются Дома ремонтируются плохо Поселок просто отмирает Люди уезжают Это был хороший микрорайон И вот За последние годы Начиная с 2009 года Особенно последние годы Это просто невозможно Ноль внимания на наш микрорайон Бани у нас в городе вообще нет Если нет бани Значит, населенный путь Отживает Отмирает Никто не поднимает этот вопрос На крещу отбил все колокола Что это такое? Даже во время войны Бани работала Некоторые говорят Бани невыгодны Может, они невыгодны Но бани должны быть Должны работать Это что же за такое За дело Что людям Негде помыться Негде отдохнуть По улицам пройти пешком В нашем ЛТК Очень трудно На машинах ездить Тоже очень трудно У нас были Мы сделали запрос Почему у нас такие дороги В 2014 году Пришел ответ Из департамента транспорта Что в сентябре 2014 года В городе Дальний Речет Выделено транспорт аксидов 10 миллионов 870 тысяч Можно было Сколько заасфортировать Что заасфортировали В 2014 году На эту сумму Ничего А мы там еще не знаем Они же идут Каждый год А мы не проверяем У нас водители Платят большие налоги За автомобили А пользуются Какими дорогами Кто получает Прибыли От этих налогов Автовладельцев Конечно не люди И конечно не регионы А поэтому У нас такая обстановка Давайте будем Более сплоченными И потребуем От местных властей Чтобы дороги Были засфортированы И пусть они отчитаются Куда они дели деньги Деньги были Почему их нет А то Денег нет Денег нет А почему их не стало Если поступила Крупная сумма На бюджет города Сделали такой Значит Кредит На этот кредит Можно было влезть Из города Картинку сделать А у нас За эти годы Развалина сделалась Из города И мы все молчим Давайте будем писать Во все газеты Давайте вызвем Центральное телевидение Проверят Пусть дороги Пусть проверят бюджет Пусть проверят Ремонт домов Пусть проверят Стрытие Что не стройка То обвал Что не стройка То обвал В чем причина Вся И опять вся причина В том Что деньги Разворовываются Как нам дом И миллион За устройство Поселки И так далее Пришел ответ Из края И пришел ответ От наших властей Мы прочитали Ответ Из края Слово в слово Как наши дали ответ Так и крайне дал Я считаю Надо обратиться В центральную прессу Вызвать телевидение Центральное телевидение Всем Никто нам больше не поможет Если мы будем писать Будут отписки Коммунисты Борются за народ Кто там за кресло борется Я не знаю Правильно сказал Предыдущий оратор О том Что виноваты Мы сами Никогда находим Голосовать Плохую власть Выбирают Хорошие люди Которые не приходят Голосовать Мой час Я вам сейчас Пользуюсь моментом Скажу один большой секрет Который Единая Россия Вам нигде не скажет Ни по телевизору Ни в газетах Ни в интернете Возьмем наши участки Дальнереченска В среднем голосует Тысяча человек Приходит всего Сто человек Дорогие мои Девятьсот не приходит И тогда уже Трюкачи С Единой России Умудряются сделать так Что везде побеждают Депутаты От Единой России А что вы потом хотите Чему удивляетесь Они вам Как Николаева Привезли тушеные рыбки Дали там какие-то Путелочки Кому-то съездить Было? Было И пенсионеры Все пошли за ней В результате Что бы она для вас работала Она вам уже заплатила Все Что вы от нее хотите Естественно Она в гостюм и подняла руку Проходите дорогие мои Приводите своих знакомых Друзей Детей Внуков Приходите Все кто имеет право Голосовать Голосуйте И голосуйте За красного губернатора За губернатора От коммунистов Андрей Ищенко Всем спасибо Твари Смогли Объяснить нам С экранов Телевизора Почему Мы Должны Стать Нищими В Приморье Готовится акция Позорная рота Направленная Против повышения Пенсионного возраста Планируется Что в городах И поселениях Пройдут демонстрации На которых люди Пронесут портреты Поддержавших Пенсионную реформу Депутатов Демонстрации Планируется провести 2 сентября За неделю До всеобщего дня Голосования 9 сентября Когда в Приморском крае Будут выбирать Губернатора Инициатор И организатор Акции Кандидат От Коммунистической Партии Российской Федерации Андрей Ищенко Нельзя допустить Ни в коем случае Повышение Пенсионного возраста В стране Это ведь Настоящий Пенсионный геноцид Ограбление Будущих пожилых людей Да и всех россиян Люди ошибаются Надеясь Что власти Сами пойдут На пославление Пенсионной реформ Этого не произойдет Если народ Не будет протестовать Не поднимется За свои конституционные права По словам Ищенко Повышение Пенсионного возраста Это прямое ограбление Народа Идея подобного марша Очень креативная Противники Пенсионной реформы Пронесут по улицам Фотографии Народных избранников Проголосовавших За поднятие возраста Выхода на пенсию При этом Ищенко Предлагает Дать людям Возможность Проявить свой Творческий подход И нести не только Фотодепутатов Но и пожелания В их адрес Коммунистической партии Не разрешили провести Всероссийский референдум По вопросу изменения Возраста Выхода на пенсию Поэтому Левым силам Надо объединиться И устроить Этим грабителям Своеобразную Альтернативу Референдуму В том числе И проголосовав Во всеобщий день Голосования За левых кандидатов По всей стране Уже сейчас Единороссы Очень болезненно Реагируют на идею Такой демонстрации А значит Акция может привести К положительному результату Реформу Если не отменят То хотя бы пересмотрят В том виде В котором она запланирована Сейчас Субтитры делал DimaTorzok